Давайте реактивись, начнем тогда для разминки с вашего вопроса. Что хотели спросить? Девятая глава, три страницы от начала. Короче говоря, оборотный, основной, все тут он разжевывает до молекулы, разбирает в принципе. И в каких временных он промежутках, как он обращается и так далее. Вот он пишет, однако, дело здесь не в определенном числе. Ясно, что во всяком случае, следующее. Этим охватывающим рядом лет цикл взаимно связанных между собой оборотов, в течение которых капитал закреплен своей основной составной частью. И вот, дана материальная основа периодических кризисов, то есть закрепленностью, как я понимаю, дана материальная основа. Почему? Как так? Вот я вчера спрашивал тоже у товарища, пока объясняет, понимаю, через пять минут я уже опять не понимаю. Это вопрос, да? Ну да, вот. Как связанное? В течение которых, ну в циклах, в течение циклов капитал закреплен своей основной составной частью, дана материальная основа периодических кризисов. В чем материальная основа в закрепленности, не пойму, как это? Нет, здесь речь немножко о другом. Речь в этом материальной основе цикла, то есть капиталистическое производство развивается циклически. Оно проходит четыре периода, вот этот цикл большой или цикл оборотов. Ну это дальше он описывает, да. Вот, так материальная основа цикла это обновление основного капитала. То есть мы возвращаемся назад. А обновление основного капитала, оно связано, во-первых, с его износом физическим и моральным, в данном случае больше моральным. А если еще поглубже взглянуть, это технические перевороты средств производства. Так а материальная основа, то есть основа материальная... Материальная основа, то есть имеется в виду, ну не морально, но материальная основа, это обновление капитала, потребность обновления основного капитала. Ведь он служит много лет, правильно? Переносится по частям. А без кризиса... И тут периодически нужно его заменять. Ну а без кризисов разве не нужно заменять? Это всего физического износа. Тогда без кризиса. А есть еще моральный износ. Ну да. Это с одной стороны. И с другой стороны, некоторые технические изменения, они могут носить такой скачкообразный, быстрый характер. То есть потребности обновления основного капитала есть основа цикла, вот так можно сказать. То есть для выхода из кризиса... Массовое, не просто обновление, массовое обновление основного капитала. У всех капиталистов. Вот закладывается новый цикл. Так как кризис, кризис при чем? Кризис? Да. Это одна, скажем так, наиболее яркая или характерная фаза большого цикла или цикла оборотов. Если мы вот рассматриваем оборот капитала, так разжевываем все. Основной капитал совершает несколько оборотов. Марс это называет цикл оборотов. Ну да, тут-то есть. А пока это цикл оборотов из четырех больших, скажем, фаз складывается. Кризис, депрессия, оживление, подъем. Значит, Виктор Иванович, я вот так здесь понимаю, что кризис связан с перепроизводством при капитализме. А перепроизводство связано с тем, что нет достаточного спроса. Если бы спрос не ограничен, то не было бы и кризисов тогда. Нет, не совсем точно. Спрос какой есть? Спрос он достаточный. Просто при капитализме не вообще спрос, а платежеспособный спрос. Если вы хотите кушать, у вас нет денег, спроса нет. Это я понимаю, я вот об этом и говорю. А для того, чтобы появился спрос дополнительный, надо снизить стоимость товаров. А снижение стоимости товаров, оно связано с обновлением производства, с новым оборудованием, которое позволяет производить более дешевые товары. Товары становятся дешевле, на них появляется дополнительный спрос, платежеспособный, и кризис преодолевается. Так или? Это другая сторона. Давайте вернемся к вопросу. Вот идет массовое обновление основного капитала. И параллельно идет быстрый рост производства, в том числе, как вы сказали, и выпуска товаров. И происходит, и поскольку капиталистическое производство стихийно, анархично развивается, происходит перепроизводство этих товаров. И вот то, что вы сказали, да, возникает кризис перепроизводства. Вот и кризис идет, депрессия, оживление, и снова подъем. А за счет чего подъем? За счет того, что повысился спрос за счет снижения стоимости товаров. Да нет, это вторично повышение спроса. Идет массовое обновление основного капитала. Да что оно дает? Это массовое обновление? Продукция производит труда. Выпуск продукции, с одной стороны, увеличение выпуска, снижение, скажем, цен, с другой стороны, повышение платежноспособного спроса. Да, да, да. Виктор Иванович, а может правильнее сказать, кризис относительного перепроизводства? Правильно, да. А не просто перепроизводство? Конечно, да. Это правильное уточнение, да? Может быть, я объясню, как мне, вот у меня тоже вопросы были, вот как у меня ясность появилась. Мне кажется, что я понял, что если капиталист планирует на 10 лет еще больше разбогатеть и покупать какую-то машину, здание для этой машины, в виде помещения для фабрики, то есть получается, что когда он это все запускает, он начинает продавать это по частям в течение 10 лет. А вот эти вот вещи, как оборотный капитал, как рабочая сила, как сырье, топливо, то есть он это сильно не планирует. И это получается как в прогрессии, то есть он вкладывая какие-нибудь миллионы в основной капитал, он себе спланировал одно, а за счет кучи оборотов оборотного капитала, то есть это как в геометрической прогрессии увеличивает. А если, не дай бог, его конкурент или он сам более новую производительную машину покупает, то это еще больше увеличивает. И это как снежный ком растет, ну и как правильно Иван Михайлович говорит, что перепроизводство, когда рабочая сила, цена рабочей силы падает и рабочие не в состоянии все это покупать, даже более дешевое. То есть перепроизводство мы разобрали, просто капиталист не может планировать, он может планировать еще в рамках, скажем, в сфере основного капитала, что вот я вложу, это примерно 10 лет у меня поработает, принесет мне там столько миллионов или миллиардов, а вот эти вот прибавочные стоимости с каждого оборота ему тяжело просчитать. Все эти циклы, они как геометрические вырастают. Понятно, я объяснил, Олег, как у меня в голове начало складываться. Долго. Все правильно, только добавить. Ведь вы рассматривали сейчас действия и, скажем, объективную основу индивидуального капиталиста, а мы рассматриваем общественный капитал всех капиталистов, сотни, десятки, тысячи. И вот все, что вы сказали к индивидуальному, надо применить ко всем остальным. И складывается вот эта общая картина. О которой мы говорили несколько раньше. То есть закладывается, идет массовое обновление капитала, все вот капиталисты стремятся к тому, чтобы получить, как говорится, прибыль, снять сливки и т.д. и т.п. И в то же время возникает кризис перепроизводства. Но дальше повторяться не будем. У меня предложение. Давайте мы почему-то серединки главы начали. А они с девятой главы прошли уже. Может, повторно бы и подошли к этому вопросу, может, было понятнее. С учетом... Давайте тогда физиократы подождут, начнем-то девятую главу опять. Так, а мы ее не начинали. А мы не начинали ее. Взять, мы не начинали. Нет. Не начинали. Да вы что? Мы в нее запрызнули в середину. Сергей Алексеевич задал вопрос середины этой главы. А-а-а, я что-то думал, что мы уже прошли ее. И у себя времен. А-а-а, да к нам еще до физиократов порсти, порсти. Там еще Адам Смит перед ними. Почему перед ними? Адам Смит после физиократов был. После, после. Там первый физиократ. Ну, не суть. А, Кенея это физиократ, да? Да. Ну, он говорит, что он там привязан к сельскохозяйственному производству, но это не суть. Французский политэконом. А что-то мой косяк, я чего-то это самое, думаю, мы ее уже проскочили. Вы так красиво это дискутировали, что вы заснули. Нет, я просто думал, что Сергей Алексеевич, понятно, мы в прошлый раз прошли, а у него остался вопрос. А вот, оказывается, мы ее вообще не проходили. Ну, что, кому здесь есть что сказать? Да, как всегда, надо повторить. Не лично повторить, что это основной оборотный капитал, что такое оборот капитала, хотя бы. Что такое оборот капитала? И как отличается оборот основного капитала от оборота оборотного капитала? Оборот капитала это передача стоимости этого, передача этого капитала на вновь создаваемое изделие. Стоимость этого капитала на вновь создаваемое изделие. Нет. Как это нет? Ну, это оборот капитала это цикл движения от его первоначальной формы и к ней же возвращения. Да, совершенно правильно. Будь то от Т, будь то от П. Да. Ну, да, если брать капитал, да, без относительно этого формы. Что касается основного капитала, то это пока вся ваша машина или пока все ваше здание полностью не самортизируется и вы не купите другое. Вот это я и имею в виду, что это самое, ну, я уже имею в виду здесь как производительный капитал чисто. А в целом, да, это круглоборот капитала, это возврат его, приход к нему же в увеличенном виде в той же форме, да? Пока шахта, атомная станция, пока там тепловоз полностью не износится. Ну, это вы берете узко производительный капитал, а на самом деле оборот капитала, в широком смысле этого слова, это имеется в виду, вот вы, у вас есть авансированный капитал, изначальный какой-то, который вы авансируете в производство, и вот он к вам вернулся в увеличенном виде. Это вот оборот в увеличенном виде, это когда... Почему в увеличенном? Тут нет еще увеличенного, Иван Михайлович. Когда оборотный капитал, когда... После реализации продукции. Вот когда он весь к вам вернулся, это есть оборот. Вот. А с точки зрения производительного капитала, он делится на основной и оборотный по числу циклов. Это с разной скоростью этот оборот происходит, и основной капитал, и оборотный капитал различают скоростью своего оборота. Оборотный капитал, как вот здесь Маркс пишет, уже, кстати, там, что касается физиократов, Он весь так, мельком замечает сейчас. Тут вот еще что важно, на мой взгляд. Вот он пишет, поскольку речь идет лишь о различных периодах времени, конечно, нет ничего проще, как вывести из них среднее, но... То есть различные периоды, ну, то есть подразумевается количество. Но здесь имеет место не только количественное, но и качественное различие. И вот он тут будет дальше показывать, в чем различается... Ну... Качественное различие. И вот оно и распадается у него. Оборотный капитал, входящий в процесс производства, переносит на продукт всю свою стоимость. Да, вот здесь... Чтобы процесс шел без перерыва, оборотный капитал посредством продажи продуктов должен постоянно возмещаться и натура, в натуральной форме. Значит, вот здесь Маркс пишет, полемизируя со Смитом. Противопоставляя оборотный капитал основному, Смит не подчеркивает, что эта противоположность существует лишь постольку, поскольку оборотный капитал представляет собой ту составную часть производительного капитала, которая должна быть целиком возмещена из стоимости продукта. Должна, следовательно, целиком участвовать в его метаморфозах, в то время как по отношению к основному капиталу этого нет. То есть, оборотный капитал должен быть полностью возмещен из стоимости продукта, в отличие от основного. Вот это вот, если угодно, как я понимаю, вот это качественная разница, о которой говорил Виктор Иванович, или нет? Ну, правильно, оборотный капитал полностью переносит. Давайте, я пытаюсь вернуть вас к девятой главе. Давайте к девятой главе. Начнем с того, что Сергей Алексеевич дал совершенно правильное определение. Это не я. Ну, вы взяли Марсу, вы дали определение круговорота капитала по Марсу. Это движение капитала, скажем, от исходного пункта и возвращение его к этому же исходному пункту. Ну, мы знаем три формы круговорота. Это круговорот производительного, денежного капитала, производительного и товарного. Так вот, круговорот капитала, рассматриваемый не как отдельный акт, а как постоянно повторяющийся процесс, называется оборотом капитала. И вот Марс с этой исходной позиции начинает исследовать, рассматривать вопросы девятой главы. Там, получается, два основных вопроса. Общий оборот капитала и цикл оборотов. То есть, что такое оборот капитала, мы сейчас с вами повторили. Марс будет новое понятие. Что такое общий оборот? А общий оборот? Дальше я, совершенно верно, здесь уже сказали, развивали, что в обороте участвует, в ходе оборота капитал делится на две части. Основной капитал и оборотный. Так вот, общий оборот капитала, да, и они по-разному участвуют в этом обороте. Я не буду повторяться, вы сейчас это правильно сказали. Но поскольку есть различия между оборотом основного капитала и оборотного, то чтобы их свести воедино, получится некая, когда их нужно будет свести воедино, получится некая средняя величина. Вот это есть общий оборот капитала. И Марс сам в начале главы пишет, общий оборот авансированного капитала, есть средний оборот различных его составных частей, а их две части. Оборотный капитал и основной. А дальше мы, как глубокие знатоки идеалетики, знаем, что мы должны рассмотреть это с количественной стороны и с качественной. С качественной стороны Иван Михайлович сейчас, в виде критики и позиции Адама Смита, рассказал. Но это нужно еще раз повторить, что основной капитал, как он переносит стоимость на готовый продукт? По частям. Точнее, не он сам, если еще вспомнить первый том капитала, это рабочий совершает своим конкретным трудом. Но это как бы дополнительно вспомнить. Оборотный капитал целиком. Он и в натуре расходуется целиком в процессе одного оборота. И стоимость полностью переносит. Вот качественное различие. А количественное различие? Вот мы идем дальше по этой главе. Поскольку есть качественное различие, мы же не можем сравнить, положить на одну доску основной капитал и оборотный. Тот по частям переносит, да? А этот целиком. Как нам количественно посчитать? Значит, надо свести к однородной форме оборота. Совершенно верно. А у нас три есть круга оборота. Производительный капитал, денежный и товарный. Ну и дальше по тексту давайте, как Марс пишет и как это найден выход. Он сам напрашивается. А потому что надо по деньгам все смотреть. Все к деньгам сводит. Совершенно верно. Он в денежной форме, да. В денежной форме все можно в одну кучу свести. Оборотный капитал, основной. И дальше уже посчитать. Там Марс приводит формулу расчета. Такая среднеарифметическая величина. Пожалуйста, любой может посчитать. Слушатели и так далее. А дальше делает некоторые выводы из этого дела. Различие между, скажем, авансированным капиталом и капиталом, который участвует в обороте всего. И получается, может быть, в разы больше. Чем вот объясняется эта разница? Вот капитал, который участвует в обороте, бывает в разы больше авансированного капитала. Зачем это связано? Как это пояснить? Тем, что он приводит, чтобы это средняя вычесть за один год. То есть за один год капиталист переложил на конечный продукт часть основного капитала. Но оборотный капитал за этот год сделал несколько оборотов. Поэтому каждый оборот, сумму этого оборотного капитала считает. Поэтому это, естественно, в разы увеличивает ту частичку годовую, на которую основной капитал морально устарел. Да, совершенно правильно. Совершенно верно. И получается сумма, может быть, в разы больше первоначального авансированного капитала. Любой капиталист, который не читал Карла Марса, это знает как отчий наш. Поскольку это из жизни идет у него. Из жизни, да. Единственное, что он думает, что когда платит за рабочую силу, он платит полностью. Да, вот это да. И ее цену. И, к сожалению, многие рабочие так думают пока. Ну вот, возвращаясь. Значит, мы вспомнили, что такое оборот капитала. Повторили и, скажем, вывели определение общего оборота капитала. Попытались его разъяснить с количественной стороны и с качественной стороны. И остался последний момент этой главы небольшой. Это цикл оборотов, с которого мы начинали вот с вопроса Сергея. Попытались несколько обсудить, развивать и подискутировали. Поэтому, значит, что такое цикл оборотов? Александр Евгений, вы уже, наверное, должны это знать. Цикл оборотов, он связан с тем, что основной капитал у нас участвует не много лет. Правильно? Ну да. Марс приводит примерно 10 лет. Да, вот уже тогда по факту, из практики экономического хозяйствования, вот такой цикл 10-летний был. Да, хотя он говорит оговорки, что это, возможно, капиталист это все быстрее сделает. Обновит основной капитал. По-моему, тут такое было. И вот важное замечание Марс делает, это то, что мы обсуждали в самом начале этого занятия. Есть материальная основа вот этого цикла, цикла оборотов. Который, как бы, в ходе анализа трансформировался или преобразуется в капиталистический цикл. То есть обновление основного капитала, это и есть материальное. Это закладывается тем самым материальная основа цикла. Вот этого 10-летнего, который сложился на практике. Ну да, его надо же, если внедрил капитал, его же надо выработать. То есть имеется в виду, что все капиталисты, в силу вот этих объективных экономических причин, начинают массово обновлять капитал, массово. То есть после кризиса. Ну и, скажем, большая часть. Если кто-то не будет обновлять, они вылетят в трубу. То есть они вот обновляют капитал, тем самым они своими действиями, обновлением основного капитала с позитивное действие, положительное, замечательное, повышает производительность труда и прочее, прочее, прочее. Наращивают выпуск продукции, но тем самым они закладывают минус замедленного действия. Или, скажем так, свинью себе подкладывают. То они опять двигаются к новому кризису. О чем мы скользко говорили. Да, прошу. А в чем разница, Виктор Иванович, а в чем разница при социализме? А при социализме там действует путем анархии, да? Вот каждый капиталист действует сам по себе. Я так и думал примерно, да. А плановое хозяйство, планомерно все это действует. То есть обновление уже не основного капитала, а основных фондов. Это объективный экономический процесс и при социализме, и при капитализме. То есть если там он действует в рамках стихийного, анархического производства, то при социализме планомерно. То есть общество посчитало... Да, совершенно верно. Надо столько-то станков производить то-то, то-то. И внедряют их. Да. А здесь так пока не получится. При чистом капитализме или при капитализме свободной конкуренции, который был лет 200 назад, да, и который сейчас является для многих идеалом, для многих, скажем, представителей буржуазной власти нашей страны идеалом. Вот так и происходит. Каждый капиталист действует на свой страх и риск. Причем при капитализме... Там они ведут кризис. Основной капитал рассчитан на 10 лет, а при плановой экономике у нас пятилетние планы были, которые даже перевыполнялись. Виктор Иванович, вот мне кажется, что касается товаров народного потребления, здесь вот с планированием спроса на них возникают определенные проблемы. И, возможно, именно это и сподвигло Сталина сказать, что при производстве товаров в образе товаров народного потребления действует закон стоимости при социализме, в его работе известной. И там это сражнее все спрогнозировать, и тем более с учетом там всяких капризов моды, там возможных и так далее. Но здесь вот Сталин-то не учел, что для действия закона стоимости регулятором спроса является цена, а при социализме это недопустимо. Там цена-то у нас до последнего, до 92-го года не была в свободном праве, не цены. Так что поэтому это здесь, но тем не менее вот спрос при социализме, вот еще раз, тут это вопрос довольно сложный, прономерный потребительский спрос. Там можно запрогнозировать, что нужно столько-то электрогрампочек примерно с учетом их службы, нужно столько-то поробови, и так далее. Но вот еще раз всякие там всплески моды, какие там капризы и так далее, это здесь не очень-то учитывается. Два момента, Иван Михайлович. Во-первых, при социализме, в политко-экономическом плане нет товаров народного потребления. Это форма вещь, продукты народного потребления, они были. А на самом деле, еще раз давайте вернемся, вот возьмем простой пример. Как идет планирование, чего и как. Давайте вспомним цель производства. Первая часть, обеспечение полного благосостояния. Вот установлена советская власть, построен социализм, вот собралась советская правительство и решает. Например, надо обеспечить членов общества благоустроенным жильем. И сходят из каких-то норматив, которые действуют на сегодняшний день. Скажем, на одну семью должна быть комната на человека плюс комната на всю семью. Если пять человек, это должна быть шестикомнатная квартира. Вот они должны посчитать, сколько должно быть построено шестикомнатных квартир, если семья там из пяти человек, четырехкомнатных, трехкомнатных и так далее. Затем сравнить с тем, что есть сейчас. А живут в однокомнатных, в коммуналках живут, живут в общежитиях и так далее. И получается, что нужно построить вот столько-то квартир. Дальше, какие у нас есть возможности, строительные возможности. А вот такие, что нужно построить, там 100 миллионов площади жилья. А можем в год давать только 10 миллионов. Значит, без учета роста населения, за сколько лет будет решена жилищная проблема при данном, скажем, еще понимании, как это нужно делать. За 10 лет. Значит, дальше они будут решать, что надо бы увеличить строительную мощность, повысить производительность труда, строительную отрасль и так далее, и тому подобное. То есть, вот как он идет процесс. Он очень живой, противоречивый и так далее. И, конечно, там есть и такие понятия, как мода и прочее. А мы-то берем пока существенное, но это, основное, это решается все это планомерно, в отличие от капиталистического производства, где действует анархия и стихийность, в отличие от планомерности. Это с квартирами, вы, конечно, пример взяли, такой не совсем типичный, когда я голове подпилал. Это один из ключевых, Иван Михайлович. Жилье. Это ключевой. Но все-таки вот... Без джинсов, я извиняюсь, что иногда бывают спори, и в больших аудиториях, и в маленьких, и вот говорят, в СССР не было джинсов, вот была проблема. Я тоже говорю, для вас что, основная беда, что джинсов не было, а вот сейчас джинсы есть. Вообще, жилье основное, правильно? Бесплатное образование, медицинское обеспечение и прочее, прочее. Это все надо развивать, это все нужно строить, больницы, школы, вузы и так далее. Жилье. Вот в Ленинграде... Это самая проблема. Виктор Иванович, в Ленинграде жилье, в частности, вот дефицит жилья был вызван, но, как мне видится, несколько искусственно, потому что, вместо того, чтобы повышать производительность труда на заводах и уменьшать количество работающих на заводах, сокращать рабочий день и так далее, были очень большой приток из деревень, из малых городов, ехали в Ленинград и население Ленинграда росло не за счет внутренней рождаемости и так далее, а вот именно за счет, в том числе, прямо скажем, вымирания деревень в Нечерноземье и так далее. То есть, те самые процессы, которые сейчас обострились во многом и стали более критичными, они в советские времена, по крайней мере, в 70-е, и 80-е годы уже вовсю были. Поэтому здесь при планировании жилья, если планировать разумно, без вот этого привлечения так называемых лимитчиков, которые живут в общежитиях, которым надо давать квартиры и так далее, я думаю, вопрос с жильем в Ленинграде был бы решен. Иван Михайлович, вы берете период после 1961 года, когда была совершена революция. И уже вопросы моды, вопросы дефицита, вопросы неправильного планирования, они уже надо смотреть под призмой. Это вопросы неправильного планирования, они были всегда, потому что без ошибочного планирования не может быть. Для того, чтобы планировать... Нет, ошибочное планирование может быть, но когда уже после 1961 года нужно говорить, что, возможно, этот процесс был планомерный, создание искусственного дефицита, и есть масса доказательств этого. Иван Михайлович, давайте вернемся к товарам народного потребления, а то в жилье улетели. Это тоже... Дело в том, что Виктор Иванович совершенно верно отметил, что строго говоря, конечно, товаров никаких при социализме нет, но тем не менее, это говорят товары народного потребления. Я за что хочу сказать... Товарные поезда ходят и так далее. Жилье тоже в каком-то смысле... Мне кажется, вот эти вопросы с товарами, это модно, мода там и так далее, тряпки, но эти вопросы артели ведь решали. До 59-го года. Но... Главное что? Чтобы эксплуатации же не было, правильно? Там же не было эксплуатации в артелях. Не было. Сергей Алексеевич, артели не играли сколько значимой роли на версии экономики. Ну, чего мы будем сейчас ее разбирать? Ну, если вам не нравится пример про жилье, ну, давайте возьмем про какие-то продукты. Вот известно... Сейчас я закончу. Вот известная проблема. Мясо. Не хватало мяса. Значит, что, как этот вопрос должен решаться был при советском строе, при советской власти. Значит, есть научно обоснованные нормы потребления продуктов питания. Да? Здесь уже, как говорится, врачи и прочие специалисты говорят, нужно столько потреблять жиров, белков, углеводов, витаминов и прочего, прочего, прочего. И поэтому человеку нужно в день или в год. Вот мясо столько-то, причем говядины столько, свинины столько, рыбы столько, овощей столько и так далее. Вот возьмем мясо. Скажем, условно, я сейчас не помню, сколько нужно, 70 килограмм в год. Сколько председатель советского правительства задал вопрос, а сколько сейчас на человека потребляется? 20 килограмм. Значит, какая у нас разница, нехватка? 50 килограммов. Чем это возмещается? Картошкой с хлебом. Значит, товарищи, составьте план, чтобы мы, ну скажем, за 10 лет достигли научно обоснованной нормы потребления. И дальше специалисты госпланов, госнабов, госстроев начинают строить планы. Нам нужно столько-то построить колхозов, перерабатывающих предприятий и так далее, животноводческих комплексов. Под это дело нужно увеличить производство ракторов, минеральных удобрений. Много-много-много. То есть, вот такой упрощенный, огрубленный пример, как это делается при социализме, в отличие, скажем, от капитализма свободной конкуренции. Возвращаясь к теме вопроса, к теме нашего обсуждения. Нет, я только свою випломку хотел сказать, что вопрос с прогнозированием спроса на товары народного потребления, он не прост. И Сталин, когда писал о том, что здесь закон стоимости, на основании закона стоимости необходимо регулировать производство товаров народного потребления, это вот у него заблуждение было, но вот оно, это заблуждение имела под собой некую основу ввиду того, что здесь это не так все просто. Иван Николаевич, современные компьютеры, думаю, легко могут посчитать, сколько нужно семи миллиардов человек джинсов, хлеба, мобильных телефонов. Вы посчитаете, сколько надо розовых кофточек, а во Франции кто-нибудь оденет синюю, все будут гоняться за синими кофточками. Моду придумали капиталисты для стимулирования скроза. Я к чему упомянул артели, которые были при Сталине. И к ним можно же отнести то же самое в принципе подсобное хозяйство. Пока оно само себя не изживет, пока люди сами не откажутся работать в этих артелях. То есть они откажутся, ну потом, когда построится общественное производство, крупное, но не будет в них смысла. Пока они сами изживут себя и все. А Хрущев что сделал? Он это ликвидировал, и это ликвидировал. Говорит, все, мы будем только вот по плану и все. Сергей Алексеевич, совершенно правильно, только маленькое уточнение вношу. Они не живут сами по себе. Они умрут, когда общественное производство производит вот эти необходимые продукты более производительные. Они даже и не умрут, они станут непосредственно общественными. Артели отойдут в прошлое. Да кому оно нужно, Иван Михайлович, живопыркой эти там. Иван Михайлович, возвращаемся к циклу оборотов в девятой главе. Ну и что там за эти циклы мы еще не сказали? Основной вывод сделали. Ну да все. Материальная основа цикла это вот обновление основного капитала. Да. Ну тут Макс еще полемизирует с неким скропом, который смешивает различия в движении определенных частей оборотного капитала, который устравливается для индивидуального капиталиста сроками протяжения и отношениями кредита. То есть это мы здесь как бы так особо не упоминали, но для капиталиста есть еще вот эти сроки кредита, и они в общем-то влияют, на него большое влияние оказывают, но не основопорагающие. кредитом кредитом еще позже подойдем, я так понимаю. Ну здесь вот Макс пишет, что необходимая масса средств протяжа находится в обратном отношении к продолжительности протяжных периодах. И вот так сказать он и здесь это влияние на оборот капитала, но оно не основопорагающее. Также он здесь коротко говорит о запасах средств производства и товаров, в том числе не только связанных с трудностями реализации. Отмечает, что в отношении рабочей сиры образование запаса не происходит. Ну это вот такие вещи, которые слушатели могут тут сами прочитать, такого принципиального ничего нет. Ну что, в 10-й граве перейдем? Да, давайте. Тут она короткая, ну и в общем-то мне, может Виктор Иванович меня поправит, тут вроде как актуальность ее, она не очень актуальная, грава сама по себе, физиократы эти. Да, мне предложение бы слушателям нам самим самостоятельно прочитать, а нам перейти к следующим там важным рабочим периодом, время обращения. Значит, Вик Иванович, вот я все-таки здесь хотел бы сказать, что хотя непосредственно физиократы, они не очень актуальны для нас сейчас, их, так сказать, это вот позиция, но тем не менее, Марк здесь, пользуясь случаем и полемизируясь с физиократами и с Адамом Смитом в частности, он здесь многие вещи разжевывает относительно вот капитала, его оборотов, основного, оборотного и так далее. Еще раз повторяет, как бы это все пробегает. А эти вопросы, в общем-то, вот вчера Михаил Васильевич выступал, ему какой-то товарищ там задает вопрос, вот Михаил Васильевич, вот вы говорите, капитал это самовозрастающая стоимость, а как же может быть капитал самовозрастающей стоимостью, когда для того, чтобы увеличилась стоимость, необходим еще труд рабочего. Ну и вот Михаил Васильевичу пришлось отвлекаться, значит, и разжевывать, что есть еще и переменный капитал В, и он потому и переменный, потому что создает прибавочную стоимость и так далее. То есть, такие вещи, они не всем понятны, и вот здесь Маркс, он неоднократно здесь повторяет некоторые вещи, которые Смит неграмотно либо не очень четко формулирует. Ну вот вначале он упоминает Кене, у которого различие между основным и оборотным капиталом выступает как различие между первоначальными авансами и ежегодными авансами. Он правильно отмечает это различие, но для него, для этого Кенея, единственным действительно производительным капиталом является капитал, применяемый в земледелии. Отсюда и вот эти годичные циклы. То есть, во что-то фермер вкрадывает больше, чем на один год. Это вот основной капитал получается. А то, что в течение одного года все реализуется, это капитал оборотный. И далее Маркс полемизирует со Смитом, где он при помощи не очень четких, не очень грамотных выражений, в частности, вот Маркс отмечает, Смит пишет, капитал может быть применен двумя различными способами, чтобы приносить доход или прибыль своему владельцу. Здесь вот Маркс что объясняет? Что капитал может быть применен бесчисленным количеством этих способов, куда угодно его можно вкрадывать, вот, а этим самым Смит уходит от предмета нашего анализа, именно от вопроса о том, каким образом деление производительного капитала на его различные элементы влияет наоборот этих элементов. Независимо от их средств применения. Вот. Как бы, насколько я понял, разделяет основной и оборотный, как бы, они сами по себе, да, Смит? Они постоянно путаются. Вот здесь определенная путаница, да, у Смита идет. Маркс постоянно им объясняет, что это основной, а это оборотный. Они все спутывают. Вот, далее Маркс опять цитирует Смита. Смит пишет, капитал может быть применен на воздировании земли, в мануфактурном производстве или на покупку товаров в цели их при продаже с прибылью. то есть он здесь Смит говорит о различных сферах выражения капитала, но при том атаке, где как в торговле капитал не ходит непосредственный процесс производства, не функционирует как производительный капитал. То есть здесь Смит уже даже как Маркс отмечает уходит дальше назад по сравнению даже с физиократами, которые все-таки говорили о производительном капитале Накосячил сильно. Что? Смит еще больше, чем физиократы. Я накосячил. Не, не. Смит, Смит. Далее Смит пишет капитал примененный таким образом не приносит доходы или прибыли своему владельцу до тех пор пока он остается в его родении или пребывает в одной и той же форме. Ну Маркс здесь пишет о том, что вот скажем на медном руднике там уголь полностью расходуется при производстве при добыче меди и уходит в пар и тем не менее прибыль приносит. Он здесь капитал вот тем не менее прибыль приносит. Ну и далее товар купца не приносит ему доходы или прибыли пока он не продаст их за деньги а деньги дадут ему мало пользы пока они не будут обменены на товар. Если капитал постоянно уходит от него в одной форме возвращается к нему в другой только путем такого обращения и последних оборотов может приносить ему прибыль. Поэтому такого рода капиталов парни можно назвать оборотными капиталами. Это пишет Смит. То есть ну а Марк логично пишет что Смит называет здесь оборотным капиталом то что я предлагаю назвать капиталом обращения. оборотный капитал это вообще относится к производительному капиталу а у кубца нет никакого производительного капитала это вот Марк называет капиталом обращения. Ну и вот тому подобные вещи. Эта грава полезна тем что вот здесь уточняются понятия которых надо сказать ну вот у меня тоже здесь вот так просто услышав Смита я бы вот так на него как Марк не набросился бы сразу потому что здесь вот слов этих всяких много и пока что вот нет определенного рефлекса это дело четко отсеивать где тут правда где тут чушь очевидная. Очень интересно тем кто будет спорить ну да вот Смит например пишет капитал кубца есть целиком оборотный капитал это опять же в общем-то совершенно так сказать как Александр Евгеньевич выразился косяк потому что оборотный капитал это элемент производительного капитала у купца нету никакого оборотного капитала нет почему может быть оборотный ну это если скажем купец как сказать и основной оборотный может быть ну нет купец это часть цепочки обращения если он как производство скажем у купца там есть корабль и он корабль использует для перевозки грузов или там поезд то есть ну это так сказать уже производительный то есть у этого купца как бы вот транспортировка морем товаров это производство это строго говоря нечистая купля-продажа если он на одном месте то он только выполняет часть оборота денежной формы то есть он товар деньги товар грубо говоря он не доходит до этапа производства ну да ну можно так же говорить что у купца есть склады поддержание в рабочем стоянии складских помещений там скажем если это пищевые продукты там морозильные камеры обеспечение работы морозильной камеры это тоже как бы производство получается здесь элементы производства такие они могут быть подождите секунду а разве у нас основной оборотный не находится только в производительном капитале а вот еще раз вот то что купец скажем владеет судном и судно ведет через много товаров ладно хорошо перевозка а если можно вынести перевозку то охранение нет все правильно Сергей говорит вот тут мороз разжевывал что он показывает что оборотный капитал он всегда меняет хозяина а основной капитал он находится в собственности капиталиста за все время жизни пока полностью не самортизируется да это понятно по-моему в седьмой голове было что это только для производительного капитала или я путаю нет все правильно но в торговой деятельности есть элемент или часть или продолжение процесса производства и в этой части там обязательно присутствует основной оборотный капитал производительная часть в любой же форме у нас присутствует хоть это денежная форма круга оборот он же начинается в деньгах в денежной форме какой там производительный капитал основной оборотный нет деньги товар производство товар штрих деньги штрих в денежной форме у вас на руках деньги и все деньги какой же это основной оборотный капитал основной оборотный капитал это капитал вложенный средства производства заработную плату не производительный я имею в виду нет в метаморфозах капитала вот деньги мы в какой-то момент у нас есть именно деньги на руках вот мы продали товар вот мы держим в руках деньги это что же капитал д штрих в денежной форме капитал да д штрих а вот когда он совершит метаморфозы станет производительным тогда да там появится основной оборотный да а в денежном нет в этой различии и конечно нет они как массе товаров предназначных для реализации тоже ничего нет иван михалыч деньги они как потенциал содержат могут быть капитала могут быть просто богатство у них же разных форм сокровище если мы говорим об основном капитале то есть сначала было были деньги потом была куплена машина которая являлась товаром машиностроителя если мы говорим об основном капитале мы уже деньги не должны употреблять но не утонули в этом капитале в станках там зданиях не не они у нас утонули на 10 лет но перед тем как они утонуть у тебя же были деньги ты пошел к машиностроителю купил машину вот и с этого момента у тебя у тебя были деньги теперь у тебя денег нет а у тебя появился основной капитал но не деньги но ты и перевел ты деньги перевел в основной капитал который будет в течение 10 лет 10 лет амортизироваться александр евгеньевич деньги в снятом виде да да они позади уже все забудьте о них и потом ты все эти 10 лет берешь и опять эти деньги и покупаешь сырье топлива и рабочую силу пока она не не осознала свои коренные интересы и позволяет себе дешево покупать и начинаешь эксплуатировать и получать прибавочную стоимость но но вы усложняете полностью согласны ну вот дальше здесь еще пишет цитирует маркс смита смит пишет капитал примененный таким образом не приносит дохода или прибыли своему владельцу до тех пор пока он остается в его владении или пребывает в одной и той же форме то есть он ставит на одну доску чисто формальный метаморфоз товара который продукт то есть товарный капитал и проделывает сфере обращения и которая проследствует переход товаров из рук в руки с физическим метаморфозом который различные элементы производительного капитала совершает во время процесса производства превращение товара в деньги денег в товар куплю и продажу он без бы дальнейших рассуждений смешивая здесь превращением элементов производства в продукт то есть это тоже вот совершенно разные вещи которые смешивать нельзя и вот лишний раз об этом напомнить есть маркс путь то есть вот полемизируя здесь со смитом разбирая его маркс как бы пользуясь с ручьем уточняет и конкретизирует многие вещи о которых так сказать при после первого прочтения вот предыдущих материалов второго тома может быть какие то есть такие непонимания или не совсем четкое глубокое понимание вот далее смит пишет если капитал применяется для получения будущем прибыли то он должен доставить эту прибыль или оставаясь у владельца или переходя в чужие руки в первом случае это будет основной во втором оборотный капитал то есть если он остается у владельца это основной капитал если перешел в чужие руки оборотный капитал здесь пишет маркс прежде всего бросается в гроза грубо эмпирическое представление о происхождении прибыли заимствовано из обычных воззрение капиталиста и стоящие в противоречии с богем более глубоким эзотерическим что такое эзотерическое в этом в этом контексте я не понимаю воззрением самого смита цене продукта возмещается как цена материалов так и цена рабочей сиры но в то же время и та часть стоимости орудий труда которая переносится на продукт в средстве износа орудий труда что значит ваш станок остался у вас станок то он может остаться у вас но это станок уже не совсем 100 станок который вы когда-то покупали на станок уже похудевший грубо говоря на какой-то процент и вот этот процент он уехал от вас поэтому здесь так нельзя говорить да то есть что станок доставляет эту прибыль оставаясь у владельца это не совсем станок он остается конечно с одной стороны у владельца но он все потихонечку истончается и часть его стоимости переносится неминуемо каждый раз на товар иван михалов да да вот то что вы сейчас горите мне это очень понятно например но мне ну довольно сложно понять вот к н и потом следом идет смит потом и вот он говорит вот это так думал вот это так думал ну то есть тут надо потоптаться покопаться как бы сразу это не пролетишь то есть что к чему и плюс терминология у них там разные доход там рента это мы и так далее довольно интересно конечно совершенно правильно сказал что это полемика маркса и вообще это глава она имела большую актуальность вот когда вот эта полемика действительно имела место потому что смит это бы в те годы величина так сказать авторитет незыблемый можно сказать на которой сырались а вот маркс своим капитаном он как бы здесь вот пошел с ним полемизировать и то же самое кане тогда это были все люди как сказать очень часто цитируемые упоминаемые и так далее а поэтому вот полемика с ними но вот тем не менее все таки вот какие такие выражения этих товарищей кане и смита вот я думаю если их сейчас запустить в широкий оборот вот они даже среди марксистов какого-то такого вот четкого однозначного отторжения не встретят поэтому вот мне видится все таки вот не не вредным здесь потоптаться немножко на этом вот александр евгенич зря сказал вот он сильно накосячил ну так он макса не читал это маркс от него отталкивался смит вон накосячил в том что он вот этими неправильными рассуждениями скрыл происхождение прибавочной стоимости что что он дал основу для всех рассуждать так что никто чужой труд как бы не присваивает не оплачивать сознательно это делал смит это большая ступенька в деле политэкономии мировой а может и сознательно а может и сознательно это непосредственно уже притеча маркса и без смита еще не известно был бы маркс поэтому это вот здесь ну а то что он кстати смит употреблял выражение прибавочная стоимость и до смита употребляли то есть это как-то вот витара в воздухе что вот она они прибавочную стоимость брали как как некий навар то есть они они даже по моему я читал что марс обращает внимание что прибавочная стоимость появляется только в производительной форме но никак не в денежной не 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 в товарной когда идет не то что вот прибавочная стоимость является результатом разницы между стоимостью рабочей силы и стоимостью произведенных рабочим товаров это вот скрыл маркс вот четко так вот показал но вот чувствую что она откуда берет и вопрос от обсуждаться ну и вот здесь то с чего мы начали в каком-то смысле сегодня вот это вот замечательное высказывание маркса противопоставляя оборотный капитал основному смит не подчеркивает что это противопорожность существует лишь постольку поскольку оборотный капитал представляет собой ту составную часть производительного капитала которая должна быть целиком усмещена на стоимости продукта должна следовательно целиком участвовать его метаморфозах то время как по отношению основному капиталу этого нет то есть вот это вот такое вот высказывание маркса которая подводит черту в разнице между основным оборотным капиталом ну вот я думаю что остаток десятые игровые наверное товарищи слушатели сами прочитают да виктор аванович вот тут интересное предложение в конце главы маркс пишет благодаря тому что определение оборотного капитала было таким образом закреплено смитом в качестве решающего для капитальной стоимости вложенной в рабочую силу смит счастливо привел своих последователей с полнейшей невозможности познать как капитал примененный тут часть капитала которая затрачена на рабочую силу текст поплыл в общем я понял что марс уличил смита что он всех своих последователей просто увел на неправильную дорогу может он сам заблудился то может и сам заблудился но я думаю там учитывая что человек он был не глупый вот я думаю что может какие то у него проблески были но он прогинался под господствующий клад и поэтому уж так сильно не копал в правильном направлении дорогие товарищи как мы должны относиться к учению и к исследованию смита адама смита и давида рикарда это два выдающихся представителя так называемой с английской классической политической экономии владимирович ленин это один из источников марксизма помните его работу работу ленина три источника и три составные части марксизма так вот английская политическая классическая политическая экономия буржуазная между прочим является источником марксизма понятно что они сделали громадный шаг вперед я имею ввиду смита и рикарда но кое-где немного запутались не смогли пойти дальше а вот этот дальнейший шаг вперед сделал маркс ведь обратите внимание марс очень скромно оценивал свои научные открытия вот капитал это много нескольких тысяч страниц три тома марс так написал я сделал все два открытия два это двойственный характер труда созидающий товар и раскрытие тайны прибавочной стоимости вот еще все остальное было сделано до него и прежде всего смитом рикарда и в том числе физиократами что касается физиократов то как к ним относиться вот если почитать кажется либо наивность либо некоторые скажут совсем глупость но например рабочих кино так как наиболее яркие представители физиократов относил так называемому бесплодному классу бесплодные абсолютно ненужные люди но между прочим они сделали громадный шаг вперед политической экономии и вот в области воспроизводства общественного капитала именно кино сделал первые таблицы наверно там дальше мы будем рассматривать читатель сергей алексеевич если вы хотите вы задавали вопрос про кино и его теорию рекомендую почитать анти дюринг фридриха энгельса там целая глава посвящена вот этим схему воспроизводства кино они буквально на одной страничке изложены в очень популярной форме у меня есть такая книжка ни разу не открывал правда вот рекомендую если у вас вопрос возник откройте прямо сейчас там все будет популярно объясни но сегодня них и не хочу я уже сейчас секунду я вот что-то так сказать вот альтернативич не считаю но следствие того что оборотной ставной частью производительного капитала считают подобно смита у них ту стоимость которая затрачена на рабочую силу а ту которая затрачена на жизненные средства рабочего вследствие этого ну это невозможным понимание различия между переменным постоянным капиталом а следовательно и понимание этой части капитала капитала переменного противопорожность постоянному капиталу затраченному на предметные факторы образования продукта значит ну что мы викарда будем обсуждать на следующем занятии виктор иванович значит прочитать надо а мое предложение пойти по содержанию дальше работе то есть следующее целом у нас следующее занятие будет посвящено граве 12 рабочий период да здесь лучше прочитать рабочий период время производства и время обращения поскольку они взаимосвязаны а дальше как получится наверное они обсуждаем медленно идем такие главы то будет будут внутри надо прочитать время производства время обращения 11 пропала 11 викарда викарда решили оставить в покое прочитать но обсуждать ну можно обсудить не прочитать то надо конечно но это вот прям там так же как вот смит но если чего-то там сильно задение хорошо и я вот сейчас вам задам вопрос по главе где маркс рассматривает и критикует взгляды давида викарда значит вспомните что в первом томе капитала маркс вел деление капитала на пост на постоянный переменной во втором томе на основной оборотный вспомните какие-то критерии и какие определения а дальше в этой главе маркс приводит цитату из давида викарда который дает следующее определение что основной капитал это капитал вложенный средства производства оборотный капитал капитал вложенный заработную плату неправильно вот и вы зная уже научное деление капитала на постоянные переменные основной оборотный достаточно легко и квалифицированно сможете дать критику давиду викарда позиции давида викарда ну окей какие будем главы рассматривать у критерий в первом случае это именно 13-14 стоимости на продукт в неизменном виде или в расширяющемся виде переменный капитал от того что он кроме своих первоначальных затрат добавляет стоимость прибавочную в равняется в штрих равняется в плюс м это самая постоянный капитал он этого не переносит основной оборотный у них критерий различия это время оборота и перенос по частям основного капитала читаем и потребление основного оборотного короче говоря какие будем главы проходить на следующий раз 12 13 14 прочитать а как получится нет но это конечно да как получится я думаю вряд ли мы намного дальше двенадцатый уйдем а про река если будут желающие критиковать давида викарда позицию пожалуйста нет если здесь что-нибудь заденет что-то заденет заживое что называется это можно будет упомянуть конечно два слова но вот здесь актуальность этой критики конечно она устали ослаблена сейчас тут не очень актуально иван михалыч это может быть так неожиданно вылезти сейчас да это может конечно если называемое новое это все старое сейчас пытаются представить как новый буржуазные полагеты это повторение и смит и рикардо это ходит еще хорошо а в худшем виде и сисмандии прудонов и прочих я думаю что вот портала половину можно сказать капитала первые тома половину второго тома чуть поменьше половины мы тем не менее я думаю с нами могут потягаться процентов 5 населения нашей страны не больше насчет чего иван михалыч так задание установлено да да насчет того что 95 процентов не прочитали в капитале даже то что мы прочитали на сегодня 95 заниматься самолюбованием мы констатируем факт да лучше бы они все прочитали это понятно но я александр егенич к тому что вывод смита ругаете а после уже и ленина уже после сталина уже маркс было его не читали вот кого надо ругать кто маркса не читал этих вообще надо ругать то товарищи у нас следующая 14 августа получается что тогда что закрываемся всего хорошего до свидания александр еген это это Продолжение следует...